Чем активнее и ярче человек провел свой отпуск, тем труднее будет погрузиться в работу. Резкая смена обстановки грозит стрессами и нервным напряжением и даже депрессивным состоянием. Чтобы помочь организму войти в привычный ритм и справиться с послеотпускным синдромом, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций. Мы можем заболеть по разным причинам. По естественным, потому что не закончился период реаклиматизации, например. Либо это могут быть действительно психологические сложности, как нежелание возвращаться в этот коллектив, на эту должность, в эту профессию, на это место работы. Это действительно может быть так. Чтобы продлить послеотпускное удовольствие, можно заниматься любимым делом. Почитать книги, посмотреть легкий фильм, встретиться с друзьями. Не стоит сразу после отпуска что-то глобально менять в своей жизни. Кардинальные изменения требуют моральных и физических сил. Многие люди решаются сменить работу именно в послеотпускные дни. Однако, прежде чем это сделать, нужно взвесить все за и против. Если человек кардинально настроен не возвращаться на работу, это большой вопрос. Это его действительное решение не возвращаться на работу или это какой-то верхний слой проблем, которые более глубоки. И тогда рекомендовано обращаться к специалистам для того, чтобы отделять действительные желания от тех сложностей, которые человек пока что не видит. При выходе из отпуска важно соблюдать правильное питание. Умеренное потребление горького шоколада, большого количества свежих овощей и фруктов повысит уровень эндорфинов. Это добавит бодрости, ощущения счастья и спокойствия. Не стоит пренебрегать физическими нагрузками, прогулками на свежем воздухе, утренней зарядкой. Очень хорошо важно соблюдать режим. При этом важно его начать соблюдать не в первые дни, когда отпуск закончился, а за пять, за три дня до того, как он еще идет, собственно говоря. Это позволит медленно и плавно подготовиться и подойти к рабочим будням. Вообще всегда постепенно надо. Когда выходишь на работу, не сразу сто процентов браться за работу, а постепенно привыкать. Потому что период адаптации всегда же должен быть. Я думаю, наоборот, выходит из отпуска без депрессии. Депрессию можно впасть перед отпуском. Поэтому я этой проблемой не страдала никогда. Мы вообще не местные жители. Мы сюда приезжаем. Мы постоянные гости города Рязани. Нам очень нравится. Мы сюда и зимой, и летом приезжаем, чтобы тут, в общем, погостить. Нам тут очень интересно. С братом нравится.